Сегодня в выпуске. Биржа Quadriga CX оказалась пирамидой, а ее основатель мошенником. Запущена тестовая сеть Onyx для поддержки клиентов эфириума. Новое решение для прогноза размеров комиссий за транзакции в сети эфириума. Это и многое другое вы узнаете в нашем свежем выпуске новостей. Рада приветствовать вас на канале Битсмедиа. Комиссия по ценным бумагам Ontario OST заявила, что криптовалютная биржа Quadriga CX была пирамидой, а ее основатель Джеральд Коттон мошенником. Деньги клиентов были потеряны не после смерти Коттона, он сам растратил их. Регулятор пишет в отчете, что в 2016 году Коттон стал единственным, кто контролировал активы биржи. Он регулярно перемещал криптовалюты клиентов с платформы Quadriga CX на другие биржи и там торговал ими. Коттон открывал счета на Quadriga CX под псевдонимами, зачислял себе фиктивные валюты и криптоактивы и торговал с ничего не подозревающими клиентами платформы. Он понес крупные убытки, когда рынок криптовалют падал в течение всего 2018 года. Это привело к недостаче и клиенты не могли вывести деньги с биржи. ОСТ подчеркнула, что ситуация с Quadriga CX не говорит об аналогичных проблемах у других бирж, но инвесторы должны осознавать все риски работы с криптовалютными платформами. Команда разработчиков эфириума 2.0 Prismatic Labs запустила новую тестовую сеть Onyx. Это доработанная версия уже действующей сети Tapas. В Onyx они воплотили несколько критических улучшений, переработали систему управления P2P сообщениями и доработали сеть для соответствия последней спецификации эфириума 2.0 V0.12.1. Ожидается, что именно на базе этой спецификации будет запущена основная сеть эфириума 2.0. Onyx направлен на поддержку разных клиентов эфириума, а в сети Tapas это было невозможно из-за ошибки консенсуса. Разработчики Onyx улучшили управление аттестацией подсетей и обработку данных эфириума 1.0. Более тщательно протестирован код консенсуса, затрагивающий начисления наград и штрафов валидаторов. Проекты Algorand и Blockstack начали работу над новым языком программирования Clarity. С его помощью можно писать смарт-контракты, поддерживаемые обоими блокчейнами. Algorand и Blockstack будут применять языки, не полные по тьюрингу. Несмотря на ограниченную потенциальную функциональность языков DIL от Algorand и Clarity от Blockstack, они более устойчивы к ошибкам по сравнению с полными по тьюрингу языками. Сейчас языки Algorand и Blockstack совместимы на 80-90%. Гендиректор Algorand Стив Кокина сказал, «Мы создаем мир мультиблокчейна. Люди выбирают определенные блокчейны для разных целей. Поэтому совместимость сетей играет важную роль». Гендиректор Blockstack Munea Pali добавил, «Все должно быть четким и подтверждаемым. Активы пользователей не должны подвергаться риску из-за погрешности в языке программирования». В дальнейшем языком Clarity смогут воспользоваться другие проекты, без привлечения сторонних протоколов, обеспечивающих совместимость блокчейнов. Стартап AppVest, работающий в сфере токенизации активов, получил финансирование в размере 1 миллиона долларов от Европейского фонда регионального развития. Инвестиции пойдут на разработку инструмента для прогнозирования размеров комиссий за транзакции в сети Эфириума. AppVest разработал специальный движок, который в режиме реального времени собирает данные сети, включая число неподтвержденных транзакций и количество активных майнеров, а затем определяет рекомендуемый размер комиссии. Для этого он использует технологию машинного обучения и доступен в виде API. AppVest считает, что это решение сделает транзакции дешевле и ускорит время их обработки. Технический директор Tether и Bitfinex Паула Ардаина считает, что заметный рост капитализации Tether за последние три месяца еще не говорит о притоке денег в криптоиндустрию. Сильный рост капитализации USDT связан с событиями 12-13 марта, когда биткоин за сутки упал на 50% и недавним хаувингом биткоина. Ардаина сказал. Когда на рынке была сильная волатильность, многие трейдеры упустили возможность купить биткоин по низкой цене, так как держали фиатные валюты на банковских счетах. Трейдеры поняли, что торговый депозит надо хранить в блокчейне, и лучший вариант это USDT. Рост капитализации связан с тем, что трейдеры готовятся войти на рынок в нужный момент. Благодарим вас за просмотр! Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До скорых встреч!